О, сделано в Рэдбарн. Всем привет, это семейный чат, подкаст обо всём, что происходит в современной семье. В студии ведущая Лена Петрик, психолог, схемотерапевт и КПТ-терапевт, мама троих детей в разводе. Евгений Мартынов, катативный и магнитивный психотерапевт, отец прекрасной трёхлетней дочки, женат. И Юлия Купер, продюсер, ведущая подкастов «Соло-мама двух прекрасных чувих». Здесь мы делимся опытом, шутим, но это не точно, и ищем ответы на самые разные вопросы семейных отношений. Спонсор этого сезона – Ля Рош Позе, бренд дерматологических средств ухода за кожей. Тема у нас сегодня, эх, я вот так её называю, что отвечать воспитателям, учителям и другим взрослым, которые критикуют вашего ребёнка. Ох, какая тема! У кого как было в детстве? Меня вот сразу триггерит, потому что в моём детстве мама брала такую позицию «бей своих, чтобы чужие боялись». Вот доходило до того, чтобы меня учителя защищали. И вот они были на моей стороне, я говорю, да нет, у вас классный сын. Он совсем немного пропустил уроков. Он старается, он учит. А я здесь, вот так понимаю, Женю. Опа! И так знаю, что делала его мама, потому что моя мама вела себя точно так же. Ну, у меня, представьте, был гнёт мама-директор школы. Я никак не могла её подвести. То есть меня изначально готовили к тому, что да, так сложилось, мы будем с ней работать в одном пространстве. У меня нет мамы в школе, есть Татьяна Анатольевна. Навы и шёпотом. И не дай бог, не дай бог, я куда-то не туда пойду, посмотрю, что-то сделаю не так. Мать, позорить нельзя. И когда в моменте мамы там что-то ей говорили, у меня был один раз, я получила двойку по физике, это уже было в каких-то там средних классах, видимо. Естественно, моя мама узнала об этой двойке раньше, чем я пришла и сказала. Ну, для меня это был конец жизни, всё. Мало того, что это моя первая двойка, я вообще не понимала, в смысле, как это возможно. Потом я понимала, как это возможно, потому что я не понимала этот предмет. И я, естественно, прослушала лекцию о том, что ты чего, ты вообще, ты куда, это как. Юля, а это была лекция мамы или это была лекция директора школы? Лекция мамы дома. Но знаете мне, что всегда нравилось в ней? Что она сначала вот достает кнуты, а потом, слава богу, пытается вникнуть всё-таки, что, быть может, мне нужна какая-то помощь? Почему такая вообще ситуация произошла? То есть не просто мне там носовали, и всё, иди с этим разбирайся дальше сама. А что вот меня пожурили, но тут же спросили, чем можно помочь? Что нам надо сделать, чтобы впредь такого не повторялось? Ты знаешь, у меня тоже такое было и с годами, когда вот я часто с мамой беседую, она говорит, ну, ты понимаешь, что это была какая-то тактика, и мы её придерживались. И, конечно, как ребёнку мне было очень непонятно. Ну, вот у меня такое внутреннее ощущение было, как будто меня там не любят, или там почему так строго. Но с годами я всё больше начал понимать, что это был театр, в котором участвовала моя мама, вот такой сценарий, где она располагала таким образом преподавателей, воспитателей на мою сторону. И они всегда вот как-то были более благосклонны к моим каким-то косякам, каким-то огрехам в учёбе. Как хитринка. Да, и я только понял это с годами. Но вот я не могу представить, как я буду со своей дочкой, когда она подрастёт, пойдёт в школу. Потому что я уже в голове, наверное, миллион сценариев простроил, что если там попадётся такая нерадивая учительница, которая вот будет, ну, вот прям давить ребёнка, что я ей буду угрожать, или там, что я буду там ещё что-то делать, или я там заберу ребёнка в другую школу. Вот у меня сценариев, вот все возможные, которые моя голова способна создать, они все проигрались в голове. И вот мне интересно, как у вас это было. Ну, давай сначала спросим у Лены. Она не рассказала свою историю, как у неё это было в детстве, что там происходило. Да, Лен, притихло. Да. Вообще возникали такие ситуации, когда твоя мама и папа выходили на бой с другими взрослыми за тебя? Или наоборот, они там что-то... Лен, ну ёлки-палки, соберись, пожалуйста, зай. Ну, точно была позиция, что быть за меня до последнего. Послушать, да, быть за меня. Но потом там мама приходила и говорила, Лена, я места себе не находила на этом собрании. Я как узнала? И вот это, и вот это. Ну, я такая покиваю, покиваю. Вот. Ну, как бы такой тоже пистон вставляли, но всегда я знала, что там будет мама на моей стороне. Это очень круто. Да, менее включённый. Я даже не могу это представить. Папа был менее включённый в школьные дела, но мне и не очень хотелось, чтобы он приходил, потому что какие-то такие вопросы он не гибко бы решал. Там было бы не очень, я бы не хотела. Мама у меня погибче в этом плане. Но был бы на моей стороне. Но он просто такой бы там послал бы всех, там ещё чего-нибудь. Ну, не. Не выбираю я этот вариант. Так, а какой вариант ты выбрала со своими детьми? Я на их стороне. У нас был такой смешной эпизод. Позапрошлом году, это, по-моему, где-то в девятом классе моя старшая училась. И мне звонит учительница и говорит, а вы знаете, что Камила уже стабильно, по четвергам, у неё болит голова, и она не приходит в школу. Я говорю, ну, может же у ребёнка болеть голова, говорю, почему она не может остаться дома. Она говорит, она сказала, что вы ей разрешаете. Я говорю, ну, конечно, почему я и должна с больной головой в школу отправлять? То есть я вообще максимально над доверией. Ну, я такая, именно по четвергам. Я говорю, ну, а что, совпасть не может? Ретроградный Меркурий по четвергам обычно проходит. Я до последнего. Она такая, ну, подойдите, потому что тут уже директор интересуется. Я такая, пойду. Я на своей стороне. Я говорю, у меня не такой, у меня ребёнок. А потом я прихожу, и мне показывают вот этот табель, а там прям действительно четверги, и при том уже фатально достаточно. То есть она уже, у неё настолько мало приходов, и именно на химию, потому что по четвергам химия была. Что учитель, а учитель – это директор школы, говорит, что я ей не могу поставить оценку, ей даже не из чего ставить. Я такая, что? Неужели мой ребёнок, что ли? Да. То есть тут до меня доходит. Я такая, ну, вот видите, я говорю, я не знала. Не о всех пропусках, оказывается, я знала. Да-да-да. Вот. Но я такая, ах, она, конечно, такая хитрюшка. Ну, то есть я такая, типа, сейчас я приду, и, конечно, я ей устрою. Ну, типа, вот так. Ну, не грубо. Но учитель сказал, ну, давайте как-то решать этот вопрос. Давайте. Спасибо вам большое, что вы мне сообщили об этом. Всё, давайте решать, что требуется. Давайте я сейчас быстренько всё-всё-всё. Мы тут всё подправим. Ну, как бы я такая, типа, будем сотрудничать. Вот, домой прихожу, я такая, Камила, это что? Добрый вечер, как дела? Я говорю, ты видела, что я иду в школу, так ты меня хотя бы предупредила, потому что, я говорю, я как дура, стою такая, я до последнего на твоей стороне, а оказывается, что они правы. Я говорю, вот этот момент, когда я поняла, что это я тут продурила. Ну, ничего, нормально. Как бы мы это всё решили. Всё равно я буду до последнего на стороне своих детей. Это очень круто, и я просто обожаю и обнимаю всех таких родителей, потому что, вы помните, да, у меня всё от противного. И получается... Я очень хорошо помню, потому что у меня... Да-да-да, и получается, что я вот тоже с собой договорилась, что что бы ни случилось, я буду со своими детьми и буду тоже биться за них до последнего, со всеми сторонними взрослыми, если вдруг такая ситуация произойдёт. Ну, вы знаете, когда я родила девочек, я же думала, наивно полагала, что с девочками такого не может быть вообще. Это же девочки, они же лапушки, и там никаких ситуаций возникнуть не может. Но нет, всё-таки я ошибалась, ситуации у нас тоже возникали, причём так смешно. Я всегда говорю это выражение, что история повторяется дважды, один раз как трагедия, второй раз как фарс, потому что вот когда учитель математики вызвала меня в школу по поводу Полины старшей, я думала, всё, это конец. В смысле меня вызывают в школу учитель какой-то? Вот. И послушав прекрасную учительницу, я тоже стояла кивала, давайте сотрудничать, вот это вот всё. Я, проживая с учителем очень много лет, да, я понимала прекрасно, чем она апеллирует, и её доводы слушала внимательно. И куда давить. Да, и также понимала, что, да, ну, ёлки-палки, так ниже не будет, как она хочет, потому что формулировка «Полина недостаточно уделяет времени моему предмету», но она странная по мне тогда, потому что мы же должны как-то изучать наших детей и понимать, что, а вообще математика там, ну, в моём случае, в нашем случае, она про Полину или нет, или, быть может, надо отвалить от ребёнка. Или гуманитарий. Да, да, я так чуточку, аккуратно, я очень деликатная тётя, и вот деликатно ей намекнула на то, что мы, конечно, будем стараться максимально, но ничего пообещать не можем, потому что где поле, где математика, и какая пропасть между ними. Вот. Ну, и в итоге там всё. Несколько раз я ходила, что-то мне там рассказывали, но я всегда была за Полину, и объяснила, что в конце, что вы можете меня хоть каждый день вызывать, я буду приходить, буду вам улыбаться, кивать, ну, и так же уходить, ну, толку от этого не будет. Там что-то заставлять Полину, ещё что-то делать. Я же такая, думаю, в какой-то там наш шестой приход я начала сомневаться, думаю, да, может быть там действительно какая-то катастрофа. Говорю, Полюша, у нас катастрофа? Она такая, нет. Проверим у другого преподавателя? Она такая, давай. Всё, всё хорошо, всё классно. Она такая, ну, отлично. И тут вот в Белграде вызывают меня в школу к Саше, тоже учитель математики. Не объяснил, но факт. Что такое-то? Да, да, да. Вот, ну, там мы тоже договаривались, как могли, но договорились. Хорошо, с первого раза все друг друга поняли, услышали, и вот так же я билась за Сашку до последнего. Ой, я с маманей. Знаете, что ещё неприемлемое для меня очень? Вот это общественное порицание, когда особенно в присутствии детей, на них начинают наезжать все взрослые, и родители в том числе. Боже, это какой-то ужас просто. Мне кажется, ничего хуже быть не может. Я это испытывал. Ты это испытывал, да. Хуже, знаешь, что может быть? Когда тебя перед всем классом родители бьют. Вот это вот хуже. Кошмар. Что, у тебя так было? Да. Кошмар. Перед всем классом. Но у меня тоже, я очень, когда я, когда учился в школе, я почему-то принял решение по понедельникам и средам не ходить в школу. Ну, как вот у нас был четверг. Да. Нет, я тоже не хотел в четверг, но в четверг была алгебра, а я любил алгебру. И там я понимал, что если я пропущу алгебру, то всё, я могу больше в школу не ходить. А в понедельник и в среду алгебры не было. Там была русская, литература и такое. Логика. Не особо важная, да. Я там ездил на рыбалку с папой. Он ещё так удивлялся, помню, говорит, а что, ты сегодня тоже не учишь? Да, представляешь, вообще-то сегодня не было. Я говорю, поэтому мы можем поехать рыбку половить. Я говорю, ну, классно, поехали. И мы вот так ездили, ездили, пока не прошло полгода. И я прихожу такой довольный. Причём я там учителям сочинил, что там мама знает, она очень хочет прийти, но она там болеет, она там не может вообще к вам прийти. А я говорю, ну, хорошо, хорошо. И потом я захожу такой довольный на первый урок у классной руководительницей по английскому языку, и стоит моя мама. Ужас, ужас. И звучит тревожная музыка у тебя в голове. Нет, вот это, нет, не музыка, вот такой звук, как будто из трубы вышел весь воздух, зрение стало туннельным, вот такое вот, всё отдалилось. Вот такое слышно было, как тикает секундная стрелка. И вот как в фильмах, когда ты с разных ракурсов вот это смотрят взгляд, там, как в советских фильмах, когда освещается только лицо, всё остальное тёмное. И потом вспышка, и вот я просто понимаю, что меня вот за ухо таскают перед всем классом вот так вот. Из стороны в сторону. И была контрольная по-английскому. Я контрольную написал, наверное, минут за 15 на отлично. Но меня это очень, скажем так, отрезвило. Не знаю, касательно психики, как бы не уверен, что там как бы всё нормально. Но как личность, которая очень быстро повзрослела, да. Я ощутил, что такое ответственность. Я очень хорошо научился. Я очень понял, насколько мне много ресурса, чтобы писать контрольную не за 45 минут, а за 15. Я подумал, что я молодец. Прям красавчик. Не знаю, может быть, учительница просто сжалилась и такая, господи, дай бог ему здоровья. И такая пятёрку поставила, и всё. Но при этом учился я нормально на вот эти пропуски. Но вот что удивительно, мне вспомнилась ситуация, когда у меня были нелады с историей. И именно нелады были с преподавателем, вот как у твоей дочки. Я вот вообще не нашёл коннект с ней. И мама тогда записала меня к ней на репетитерство. Господи, я вообще не понимаю, как можно быть репетитором по истории. Ну, то есть, вот это просто была трата времени. Трата времени и вот, как в компьютерных играх, наращивание репутации вот этой вот связи между учеником. Ну, ход был довольно классным. У меня выровнялись оценки. Я не могу сказать, что я как-то поднаторел в истории. Скорее нет. Я вот, скажем так, отдал дань этому преподавателю во всех смыслах. Да, это хорошо работает, кстати. Я тоже так делала, ну, с начальной школой для двух дочек я делала. Хорошо работает. Всё, твой ребёнок становится любимчиком. Всё, его там везде пропихивают. А ты ничего не делаешь. Ну, как ничего не делаешь? Ты выстраиваешь ниточки. Ну, да, как паучок плетёшь. Ну, я не знаю, я не могу сказать, что я отличаюсь какой-то гибкостью в плане решения школьных вопросов. Если честно, я сама такая школу еле-еле вообще училась. Я неплохо закончила школу, но я вообще не понимала эту систему. У меня всё время бунт на учителей был. Я сейчас, когда прихожу, у меня бунт на эту систему. Я думаю, да, она, господи, устаревшая. И вот это усложняет. Но я когда иду на собрание ещё куда-то, я такая прям так, Лена, ты взрослая. Всё, веди себя как взрослая. Мне кажется, даже когда я уже так делаю, вряд ли это по-взрослому, ну ладно. Такая, ты мама троих детей. Веди себя как мама троих детей. Я просто эту роль включаю. И вот на время, типа, 40 минут мне надо пробыть. И я такая очень стараюсь фильтровать и разговаривать по-взрослому. Потому что я правда, ну, у меня всё время мне хочется переключиться на то, что да это вообще фигня какая-то. Зачем это вообще нужно? Да школа ваша вообще никому не нужна. Сейчас в интернете можно за месяц обучиться и зарабатывать бабки. Да, да, да. Мне хочется вот так бунтовать. Я каждый раз это замечаю. Думаю ужас. Нет, нет, надо это. Я специально одеваюсь так более по-взрослому, подкрашусь, всё. Ну, то есть это прям взрослый режим включаю. Это как бы помогает мне. Сиреневые волосы, да? У меня были, кстати. Не настолько взрослый включаю, я понял. А я знаете, что делаю? Если есть возможность не идти на собрание, я не иду. А ты что, записку от родителей несёшь? Ну, там я прикидываюсь очень работящим человеком. И вот, и так. Ой, ой, всё, я не могу на собрание. А слушайте, а у вас оба родителя ходили на собрание? Или только кто-то один приоритетно? У меня всегда мама ходила. Ну, вот я прям надеялась, что папа не захочет ходить. Ну, как бы вот просто мой папа не из тех, кому надо ходить в такие. Он сам такой против системы. Вот, и я думаю, что там было бы не очень. Но я думаю, это хорошо, если папа может. А мужья бывшие? Он сейчас только начал ходить, потому что младшая дочка же с ним живёт. И он приезжает когда, и он начинает мне жаловаться на чат школьный, на собрание. Я говорю, да, вот представляешь. Вот так бывает. Он у меня, говорит, в шоке. Я вообще не думала, что это такой бред. Ну, вот так. Ходит, ходит. Да, нормально, ничего. Справляются. Давай отвлечёмся от лингвистики. Как ты думаешь, почему взрослые вообще лезут с советами к родителям чужих детей? Кроме того, что в глазу напротив соринку видно? Ну, это не всегда так. Часто такие люди требовательны к своим детям тоже. Считают, что делают всё правильно, и другим взрослым нужно заниматься воспитанием точно так же. Иногда мне кажется, что ты читаешь мои мысли. Думаю, всё дело в строгом внутреннем критике, который не позволяет человеку расслабиться. Знаешь, что тут самое грустное? Если мы говорим о чрезмерной критике, не про справедливое замечание от педагога, а про придирки. Дело всегда в глубокой внутренней неудовлетворённости. Взрослый не может простить ни идеальность себе. Закономерно не может и другим детям в частности. Бороться с несовершенствами можно, но не критикой. Например, если мы говорим про кожу с помощью подходящих средств ухода. У бренда La Roche-Posay есть такие. Очищающий пенящийся гель Эфоклар для жирной кожи лица и тела. И тройной корректирующий крем-гель Эфоклар ДОО Плюс М. Оба средства сделаны с опорой на научное открытие в области микробиома кожи. Они точечно воздействуют на филотип бактерий, который влияет на акне. Поэтому эффективно борются с высыпаниями у подростков и взрослых. Кроме того, в составе есть салициловая и липогидроксикислоты, глицерин, ниацинамид и цинк. Поэтому средства ухода деликатно, но тщательно отшелушивают кожу, увлажняют её, сокращают количество чёрных точек и кожного сала. Как следствие, предотвращают появление новых несовершенств. La Roche-Posay – бренд дерматологических средств для ухода за кожей для всей семьи. Марка сотрудничает с дерматологами на всех этапах и создаёт уход с эффективной концентрацией активных ингредиентов, которые подходят даже для чувствительной кожи. Все продукты бренда тестируются под дерматологическим контролем и обладают доказанной эффективностью. Переходите по ссылке в описании и доверьте свою кожу La Roche-Posay. Юля, а у тебя как? Я сама всё время. Никакие там папы никуда не ходили. Только, может быть, на линейке, открывающей, закрывающей, всё. Собрания нет. Я везде всегда одна, сама. Приду, расскажу, что как там было, и всё на этом. Я же говорю, и при любой возможности не идти, я выбираю не идти. Слушайте, а как вы относитесь вот к таким штукам? Вот тут затронули школьные чаты и домашние задания, где нужно что-то поделать. Вот эти подделочки всякие. Я вообще не люблю поделки. Ужасно. Это же задание для родителя. Ну, вы помните этот мем, да, когда в 12 часов ночи к тебе приходит ребёнок, а вам нужна поделка из желудей, пирог на следующее утро, там ещё что-то, что-то, ещё что-то, что-то. Замок 18 века в реальную величину. Да, 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 Жень, да, именно он, понимаешь? Хочется пойти и застрелиться. Мы всё это проходили. Вот, ну, я включаюсь, я помогаю. А потом, когда человек становится старше, я говорю, дружочек-пирожочек, ну, это же твоя ответственность. Ну, я-то свою поделку уже сдала с желудями 150 лет назад. Ну, пожалуйста, соберись. Ну, как-то же надо перестать надеяться на мать и включаться уже в этот процесс. И всё. Ну, девчонки слышали, понимали, да. Если там прям тотальный всё, а вот, и Армагеддон, конечно же, ну что, я буду ругать кого-то в 2 часа ночи? Ну, нет, будем сидеть и делать. Дорисовывать, долепливать, доклеивать, и всё. А никто учителей не спрашивал, зачем? Ну, вот эти вот конкурсы тамады. Я тоже не знаю. Для родителей. А я могу сказать, что есть люди, которые любят. Я, допустим, знаю, у меня есть такая знакомая, которая вот эту поделку, она там, какую-то они делали, ну, космос была, тема космос. И они там какую-то планету целую из ПМШ смастерили. Ну, то есть, для меня это дико. Так их ещё куда-то забрали на какой-то конкурс, в Москву даже, эту поделку у них. Что, чтобы показать? Смотрите, всё-таки кто-то её сделал. Мне в такие моменты вообще дико стыдно. Потому что я часто очень детям говорю, вот вчера мне пришла смс-ка, что, ну, как я так называю, штормовое предупреждение или что-то вам тоже, наверное, приходило. Вот в Краснодаре ожидается гроза, ветер и всякое такое. Я с утра проснулась, детям говорю, да не идите вы в школу. Они уже такие одетые, ну, как бы, это же 2 сентября, первый день школьный. Линейка же была. Да. Я говорю, да не идите. Вчера я говорю, да не идите. Они такие, да мы хотим пойти. Я говорю, ну, куда вы пойдёте? Говорю, там, говорят, дождь, ветер будет, но оно надо вообще. Говорю, ну, что там? Говорю, классный час. Чего вы там не слышали? Они такие, мама, обычно всё наоборот, ты не понимаешь, как бы. Обычно дети говорят, давай мы не пойдём. Ты говоришь, нет, иди. Я говорю, ну, это бред, зачем идти, если шторм? Но шторма никакого, кстати, не было. Они такие пришли спокойно обратно. Говорят, мам, вообще-то всё нормально было. Ну, ладно. Лена включила ученицы. Такая, да блин, шторм. Вот смс-ка пришла, всё, вариантов идти нет. Да, поэтому вот эта тема, конечно, тема, заданная подкастом, она меня в тупик, конечно, очень сильно вводит, потому что гибкости тут у меня никакой нет. Терапевтической, психологической позиции, мне кажется, у меня тоже нет. Я просто такая в меру дурко прикидываюсь. То есть, мне кажется, со мной не очень возможно диалоги вести. У меня такое настроение озорное в школе становится. Вот и всё, что с неё спросишь? Вот так. Ну, тут микровывод можно сделать один. Твоим девчонкам кайфово и повезло, что вот мама вот такая, мама на их стороне, и это очень-очень хорошо. Жень, ты начал было объяснять, что ты ещё сам с собой по ходу не договорился, как ты будешь реагировать на призывы взрослых у твоей дочери. Но вот как всё равно чувствуешь, как там будет происходить? Понятно, что вы ещё малышечки. В моих планах в голове, что я буду отстаивать интересы ребёнка, но при этом это, конечно, когда ребёнок присутствует. То есть, если присутствует ребёнок в диалоге, вот когда стоит учитель, ребёнок и родитель, здесь я убеждён на 100%, что нужно защищать ребёнка. Исключительно показывать, что я с тобой, не бойся, сейчас мы это всё как бы разрулим. Тет-а-тет мы уже можем обсудить на взрослой позиции, на взрослом уровне, что не так и так далее. Это я так размышляю, и у меня вот такая позиция. Но вот, например, в детском садике и в поликлиниках часто у меня нерассудительная позиция. У меня позиция разорвать всех, кто обидел мою деточку. Моей жене как-то не дали справку после родов и довели до слёз. Я разнёс, наверное, всю больницу до главврача. Я сказал, кто здесь обидел молодую мамочку, что не могли нормально поговорить, до слёз довели. Ну, то есть я в этих ситуациях себя не очень хорошо контролирую, в том плане, что если я вижу слёзы своих близких или я вижу какую-то несправедливость, я вот разбираться не буду. Я сначала вот достану меч, а потом буду разбираться, кто виноват, кто не виноват. Я надеюсь, что до школы мне удастся нарастить вот этот отцовский, ну, скажем так, нейтралитет. Хотя не знаю, нужен ли он. Ну, вот в мыслях у меня вот в планах вот так вот нарастить это спокойствие, чтобы рассудительно... Почему у меня дилемма внутри себя? Потому что я помню в школе вот тех учителей и тех родителей, которые отстаивали как-то свою позицию, ребёнку потом не давали жить. Потому что власти у, ну, скажем так, у учителей, у тех, кто вот занимается вот этой там системой воспитания, у них больше. Я знаю, что такое психологическое насилие. Я видел, как моей однокласснице ручкой ставили двойку на лбу при всём классе или там за шиворот, за волосы вышвыривали там из кабинета. И когда ты маленький и, ну, при вот сейчас будущей психологом, я понимаю, насколько это травмирующий опыт, да, что с теми, с кем ты учишься, и тебя унижают, ну, твоё достоинство, твою личность как бы разламывают. Она и так ещё не сформировалась толком. Её вот разрушают. И поэтому здесь вот очень-очень тонкая грань. Как бы не переборщить, но в то же время защитить ребёнка. Ну, и опять-таки не сделать хуже. Поэтому с годами всё-таки я понимаю, наверное, с мамой проще в будущем как-то помириться. Это, наверное, как-то лучше, что ли, комфортнее, чем быть каким-то изгоем, которого уничтожают преподаватели. А у них, к сожалению, работа далеко не сладкая. Конечно. Это понимают и дети преподавателей, и дети, которые обучаются у этих преподавателей. Я с годами, прости, перебиваю, действительно поняла одно, что вот такое вот, каждое такое приключение, когда к нашим детям предъявляют претензии другие взрослые, пытаются что-то там выяснить, качать свои права, объяснить, как надо жить. Это вот прям очень тонкий дипломатическо-психологический квест. И ты по этому краешку вот так аккуратно должен пройти, так, чтобы Женя абсолютно правильно говорит. И там не обгадится, и там не обгадится. И чтобы все в итоге остались довольны. Это сложно, но возможно. Ну, блин. Потом, конечно, ты сидишь и думаешь, что такое? Других дел, что ли, не было? Ну, как так вообще может быть? Ну, случается всякое. Если поговорить с профессиональной точки зрения, Лена говорит, что как терапевт, она тут вряд ли вообще нам что-то посоветует. Ну, скорее всего, склукавила. Сейчас что-то скажет однозначно. Психолог вышел из чата. Давайте все-таки какие-то, мне кажется, пункты надо обозначить обязательно. Вплоть до того, что, скорее всего, вряд ли надо своего ребенка бить при всем классе и при других взрослых. Да, конечно. Безусловно. Ну, я-то понимаю, что это жест отчаяния, действие отчаяния. Когда я был ребенок, вот, перекреститься. Вот, у меня не было субботы в дневнике, на которой бы не было красной пастой что-то написано. Я, вот, сорви голова был. И я не представляю, как мои родители меня вот не прибили. Хорошо за ухо потаскали, потому что, блин, за мои выходки можно было прибить, вот, в прямом смысле прибить. Безусловно, нужно воспитываться, нужно стараться доверять детям, но проверять, чтобы не было каких-то огорчений, чтобы ребенок вот в этой свободоволии своей не забрел, куда не надо. Молодой ум, вот это вот очень часто бывает на первых курсах, старших классах, когда не ходишь, никто не спрашивает, ты думаешь, а, все нормально. А потом, когда выясняется, что, оказывается, надо было сдавать какие-то зачеты, какую-то посещаемость иметь, а там уже, ну, извините, задница. Ну, да, почти отчисление, да? Да, ну, не почти, а там вот прям вот на ниточке все висит. И лучше до такого не доводить. Поэтому, если не получилось выстроить диалог с ребенком, то хотя бы как-то аккуратно интересоваться, как, что у него происходит. Ну, не на стопроцентной уверенности и доверии к ребенку, к сожалению, наверное. Потому что я, как по первому образованию юрист, напомню, что ответственность за ребенка до 18 лет по большинству количеству статей несут родители. И вот эту ответственность постепенно нужно передавать, но не сразу. И тем самым смотреть, что, где, куда ваш ребенок смотрит, развивается, в каком направлении, либо деградирует. И как-то либо помогать, либо попробовать перенаправлять. И учителя в этом плане, кстати, можно найти общий язык. Я уверен, что если подходить и интересоваться, конечно, с ними можно найти коннект по-человечески. Да, согласна. И еще есть такой прием у психологов, я его часто использую. Это прием слушателя. Когда тебе, например, учитель что-то втирает, или воспитатель, и ты... Да, я вас понимаю. И просто выжидаешь, когда человек выскажется, и потом спокойно можешь подумать. А не так, что слово, я ему два, он не три, я ему десять. И в итоге вот так рогами вцепились друг в друга. Ну, это точно, Даня, никогда до хорошего не доводит. Все эти перепалки. Да, поэтому я вас понимаю, да, вы опытнее, вы... Да, в основном учителя это же девушки, женщины. А любой женщине нравится, когда ей говорят, я вас так понимаю, у вас такая сложная работа, боже, я вами восхищаюсь. И бусы вам идут. Да, бусы потрясающие. Я наобожаю. И бусы вам идут, точно. У меня просто две идеи тут возникло. За это время я такая, так, Лена, переключись в терапевтическую позицию. Чего это ты вот начала? Окей, я бы себе посоветовала бы, там, другим родителям, всё-таки отслеживать вот этот момент эмоциональный, такого эмоционального обоснования ситуации и всё-таки переключиться в зону решения вопроса, потому что, ну, это уже ситуация, которая произошла в любом случае. И когда мы эмоционально окрашиваем, мы можем упускать какие-то факты, то есть переключить внимание на факты, более сухо посмотреть. Может быть, там действительно есть зерно, а может быть, там нет зерна. То есть, ну, чтобы выяснить, скорее всего, нужно более, ну, так, стабильным быть эмоциональным. Второе, я подумала, всё-таки я придерживаюсь своей политики относительно того, чтобы ребёнку твоему должно быть базово безопасно с тобой. То есть, он должен знать, даже если ему влетит, ну, вдруг, да, ну, мало ли что, он там сделал. Всякое же бывает, да, что базово его любят, ну, ничего ему физически там не сделают, да, то есть это максимум ему просто вот так очень хорошо, доходчиво объяснят. Вот, я подумала про это. Ещё вот Женя то, что говорил, да, там, то, как мы разговариваем, это как в терапии есть говорить на языке клиента. Я вот это использую, когда я хожу в всякие муниципальные организации, там, в ЖЭК пойдёшь. Обожаю, обожаю. Да. И не надо занимать какую-то такую слишком конфронтирующую позицию. То есть, надо сразу так посмотреть, что это за человек, какого он уровня, как он выстраивает свою речь и подстроится под него. Ну, то есть, гибкость проявить какую-то немножко на его там диалекте разговаривать. Да, если вы понимаете, что человеку... То есть, какая потребность стоит у него? Иногда, правда, вот как Женя говорит, иногда ты прям чувствуешь, что надо похвалить. И вот, если я чувствую эту потребность, я такая, вы такая, молодец. Вот. И всё. И человек как бы там разжимается, да, то есть, потому что его уважают, признают этому подобное. И дальше можно уже разговаривать. Но это такое. Это не всегда работает. Вообще, это лайфхак из НЛП и Эриксоновского гипноза. Потому что у всех у нас есть нарциссические особенности. И вот напитать нарцисса прекрасно открывает двери для диалога. Во. Это вот по-научному. Поэтому тренируйтесь в нейролингвистическом программировании. Открывайте ворота для общения с преподавателями, воспитателями. Но в то же время не забывайте про свои границы. Что если вы очень сильно покажетесь вот таким вот размазнёй, то, наверное, на шторы сдавать будете значительно чаще, чем того требуют кабинеты в тех или иных учреждениях. У меня просто это очень классная тема, потому что мы только... Вот мы полтора года были в частных садиках, пришли в муниципальные, и сразу... Шторы? Мои господа, на канцелярские нужды нам необходимо... Ваше внимание представляется номер карты. Пожалуйста, кто сколько может. Даже за. Лишь комментариев, как говорят, не указывайте комментарии. К сожалению, да. Ну, в любом случае, вы сейчас выдали очень много очень классной и ценной информации, которую я опять призываю прослушать, перемотать не один раз и даже не два, потому что, ребята, поверьте моему опыту, случаются ситуации абсолютно разные, и вы можете быть к ним даже вообще не готовы. Я вот была несколько раз потрясена, думаю, в смысле, это как вообще? Это как возможно? Ну, возможно. Особенно, когда у вас появляются дети. И как мы любим с ребятами говорить, из любви. Даже если там идёт тотальный наезд на вас и на вашего ребёнка, мы вот гадости наделать и наговорить всегда успеем. Этому даже, мне кажется, учиться не нужно, да? Тяп-ляп, погнали дальше. Нагрубили, накричали. Всё-таки эмоциональный интеллект, да, никто не отменял. Этому нужно учиться. И мне очень понравилось, что Елена и Женя к этому призывают. Поэтому вот на этой поучительной ноте берегите себя и своих детей, пожалуйста. Давайте их в обиду. Пока-пока. Пока, согласна. Быть отцом – тот ещё квест. Нужно помочь своей женщине спокойно пережить беременность, разобраться во всех тонкостях ухода за малышом, справиться с постоянным чувством вины, а ещё добывать ресурсы для обеспечения семьи. Как выжить во всём этом? Обсуждают ведущие подкаста «Люк, я твой отец», папа одного ребёнка Вадим, папа двоих Роман и многодетный папа Никита. Вместе они честно и очень смешно отвечают на самые актуальные вопросы современного отцовства. Ищи подкаст на всех популярных платформах. «Люк, я твой отец» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова